Я рад всех вас приветствовать. Хотел бы поблагодарить за состоявшееся мероприятие, а также еще Уральскую ассоциацию, Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма. Она очень много делает в этом направлении по всей области. Уважаемый Владыка Леонид, уважаемый Авдуль Кудос, уважаемый Виктор Владимирович и, конечно же, Павел Евгеньевич, не менее уважаемый, и все присутствующие. Мне хотелось бы поделиться не только своим опытом, как мне было предложено, но и, может быть, пару привести небольших примеров. И сам рассказ, в общем-то, будет относительно небольшой, достаточно сложно в течение, значит, на расстоянии 7 метров, так сказать, такого расстояния, как бы сказать, выстроить диалог. Но я думаю, мы можем еще потом продолжить. И вот о чем бы хотелось сказать о том, что человеку дана свобода выбора. И вот, казалось бы, удивительный момент такой, свобода, это то, что хочу, то и делаю, как это часто звучит, не только в молодых головах, но и в более зрелых. Конечно же, это не свобода, это некоторые нарушения пределов всего возможного, разумного. А свобода – это желание, ограниченное разумом, целенаправленное. И личный опыт веры – не что иное, как воспроизведение этой свободы. Как уже поделился своим личным опытом уважаемый Адоль Кудус, он испробовал разные религии. В свою очередь, я хотел бы, наверное, также перечислить и те моменты, какие мне пришлось перебрать, прежде чем я стал осознанно верующим, идущим за Христом. Это так, путь такой своеобразный тоже был. Покрестили меня маленького, значит, когда я был очень болезненным ребенком. И цель родителей, как вы понимаете, была одна – покрестить, чтобы человек не болел. Потому что тот сказал, надо покрестить. Как это сложилось, почему так сложилось, теперь уже отдельный вопрос. Ну, как вы понимаете, меня потрястили, подарили какую-то цветную Библию. Значит, Новый Завет это был, собственно говоря, если быть более конкретным. Но в детском изложении. Можете себе представить, что я тогда, ну, особо-то и не читал. Крестили-то для себя, по сути говоря, чтобы я болеть перестал. С болезнями там как-то дело отдельно обстоит. Это, в принципе, не суть сегодняшнего разговора. А суть, все-таки, наверное, взаимодействия человека и веры человека, и разума. Как мне нравится, допустим, говорит мой, один из моих наставников, Данил Валентинович Пивоваров, «Царство ему небесное», есть вера на английском языке, если и так, может, с акцента произнесу, вера «фейф» и вера «белив». Ну, то есть, есть люди, которые всегда следуют каким-то внешним обрядам, и вы легко их узнаете, потом, как бы сказать, что они, ну, неглубоко погружены в эту веру. И есть те, кто через веру осмысляет все позиции, все слова, все поступки своей жизни. Каждый день, каждый час, каждое слово. Эти люди, конечно, будут очень сильно отличаться. И вот на тот момент, когда я еще не был религиозно осознанным, скажем так, я двигался по-разному пути, жил я в городе Нижний Тагил, и там у нас были совершенно разные направления. Какие-то протестанты были, баптисты, яговисты, кого-то, и адвентисты седьмого дня были. Значит, ну, на тот момент, раз мы, как уже подчеркнули, да, больше какие-то тяготеем к восточным религиям, меня привлекли почему-то кришнаиты, значит. То есть, это международное общество сознания Кришны. Ну, только потом я уже узнал, что, собственно говоря, эти люди весьма своеобразные, и, в общем-то, как бы сказать, их путь не совпадает с моим путем. Хотя там мне предлагали ставить, как, если бы на наш язык перевести священнослужителям, у них это называется посвященный. Я говорю, нет, ребята, все, вот. Меня, в принципе, изначально там не устраивало, что им пельмени нельзя есть. Это, конечно, смешно, да, но вот таким образом. Долго они меня убеждали, потом я уже согласился, ладно, думаю. Ну, как я узнал потом, в православии тоже надо периодически отказываться от пельменей. Это было сложно, но справились потихоньку, да. Вот таким образом. И хотелось бы сказать то еще, что, ну, скажем, вера, она движет человеком, и вера, она осознанная. То есть вера и разум, они не противоречат друг другу. Буквально вчера, так скажем, да, вот просто к этому же моменту надо присовокупить, пока оно еще горячо, так сказать, в Обществе слепых проводил лектории и рассказывал, значит, тему о новомучениках. И в конце, в конце, значит, в конце, получается, значит, задают мне такой вопрос. Да, в общем-то, вы знаете, все, что вы тут рассказали, это в обществе слепых человек задает вопрос. Это, в общем-то, все сказка, и на самом деле правит золото. Вот так. То есть вот неожиданно совершенно поворот был, но тем не менее, как бы сказать, на самом деле выяснили в ходе дискуссии, и дискуссию мы там еще продолжим, человека на самом деле интересовали какие-то научные подходы и так далее. Научные подходы заинтересовали меня позже. На тот момент это был просто поиск, так скажем, ответа на вопросы. Ответа на те вопросы, которые волнуют и здесь сидящих, я думаю, каждого из вас. Ну, если коротко затронуть все-таки вопрос болезней, то там, значит, я в 18 лет перенес онкологию, но теперь я вот стою здесь перед вами, как бы сказать, зачем-то меня оставили. Видимо, как раз вот с вами пообщаться, может, нужно было. Вот один из тех моментов, которые нужно осуществить в этой жизни. И, как вы понимаете, случайности не случайны, и ничего в этой жизни просто так не происходит. Соответственно, что происходит? То, что если я был тяжко болен, а онкология, ну, она, в общем-то, к таким заболеваниям относится, да, к таким нелегким, то, скорее всего, если рассуждать именно с позиции-то верующего человека, да и любого здравого, но какие-то усилия должны быть применены. Это хоть со стороны законов физики берите, хоть со стороны законов духовных. Какое-то действие должно быть противодействием, да, болезни, чтобы она ушла, так сказать, в ноль, она ушла, прочь и так далее. Здесь я вижу, сидят не только молодые, ну, вот здесь есть и люди постарше, но и сидят, в общем-то, будущие мамы. Так вот, я уверенно, не знаю, насколько хотите процентов, в тысячи, миллион, сколько хотите, на бесконечность процентов, я уверен, что это была материнская молитва. Материнская молитва – это то сердцелюбящее, которое, ну, так никакое сердце, наверное, не любит. Конечно, мы, если говорим о людях, самое сильное – это любовь Бога к человеку. Даже не человека к Богу, а Бога к человеку, который готов простить любой грех человеку, готов его принять таким, какой он есть, не переделывая, не перестраивая, не вставляя ему какие-то протезы там, или не подстраивая его под свои рамки. И вот, каким на тот момент я был, собственно говоря, таким меня принимает Господь. Позже я узнал, что отправили меня, значит, после недолгого посещения, значит, храма, я захотел посмотреть в монастырь, меня отправляют в монастырь, я приезжаю туда на неделю посмотреть. Это было 17 сентября 2000 года, и там я начинаю сопоставлять, узнавать, значит, и выясняю следующий момент. Оказывается, настоятель, значит, тогда еще молодой и еще худее, чем сейчас, значит, и романах Моисей, этот человек, оказывается, меня и крестил. Ну, я его тогда запоминать не запоминал, потому что для меня тогда событие крещения, оно было, ну, постольку, поскольку. Ну, покрестили, чтобы не болел, книжку подарили. Единственное, что помню со всего крещения, что людей было много, ну, кто постарше застали, помните, да, в 90-е годы крестились там по 50, по 100 и по 200, наверное, человек. Единственное, что еще помню, то, что меня подвели к календарю и сказали, вот, Александр Невский, это будет твой покровитель. Как уже замечал Абдуль Курдус, в общем-то, звали и меня тоже, по-другому немножко, да, звали меня раньше Александр, теперь Александр Александрович, если только студенты могут называть, скажем так, а так и отец Серафим. Потому что в монашестве человек имя меняет. Ну, а себе рассказывать, честно говоря, это вот больше может все-таки должны какие-то великие люди. И хотелось бы привести два примера, которые вам будут близки и вам будут полезны и пригодятся. Тем более, что скоро будут экзамены или сессии. То есть, если школа, то это экзамены, если, значит, студенты, это сессия. Два человека, те, которые, значит, известны и по всей России, это преподобный Серафим Саровский и преподобный Сергий Радонежский. Это два человека, которые в детстве с очень интересными вопросами сталкивались. Сергий Радонежский столкнулся с проблемой. И его бы, наверное, по современным меркам вообще отнесли сначала в какую-то коррекционную школу или класс коррекционного развития, потому что, ну, вот никак вообще образование не шло. Ну, совсем никак. И, соответственно, тогда, получается, произошло следующее. Сергий Радонежский встречает в некоторое время свое, будучи уже подростком, или, как называется, на церковно-славянском языке, отроком. Это одно и то же, если где-то в авторитетической литературе. Он встречает с химника, это высшая степень посвящения в монашестве, когда человек достигает каких-то особых подвигов, даются ему духовные дары и таланты. Кому больше дано, конечно, с того больше и спросится. И у человека начинается прогресс в учебе. И, казалось бы, зададут вопрос, так может тогда учиться-то не будем? Просворку съел, как Сергий Радонежский, и нормально, на экзамен не пойдем, тем более ЕГЭ столько нервов отнимает, да? Оказывается, нет. Если бы не было всего этого учебного процесса, на этом фоне не было бы и заметно, в общем-то, это действие, это чудо Божие, это вмешательство Божие вот в этот процесс. Сергию Радонежскому была уготована очень серьезная дальнейшая судьба. Впоследствии он буквально в короткое время, если бы опять-таки мерками 21 века, он бы попал в класс одаренных детей. И впоследствии он воспитал 40 игуменов, то есть это 40 настоятелей монастырей, это 40 руководителей. Поэтому, если ко мне приходят, скажем так, на исповедь руководители, я им рекомендую, конечно, обращаться в молитвах к Сергею Радонежскому, поскольку, если он 40 руководителей воспитал, он всегда поймет их, выслушает и поддерживает. И, казалось бы, по поводу образования еще такой очень важный момент. Образование очень важно, нужно, и это, как понимали, как светские люди, то есть наши с вами, значит, князья, а впоследствии цари, это и библиотека Ярослава Мудрого, и много можно с историками на эту тему рассуждать, когда собираются совершенно на разных языках книги, изучаются разные языки для того, чтобы понимать. Ну, и, соответственно, и в современном мире, в 21 век, в духовных семинариях изучается русский язык, повторяется вся программа с 5 по 11 класс. Церковно-славянский язык изучается достаточно глубоко, со всеми споряжениями, склонениями, плюс к вам перфектами, перфектами, инфинитивами и со всем остальным. Латинский язык, древнегреческий язык, немецкий или английский язык на выбор и факультативно древнееврейский язык. Зачем это все, кому это нужно, вопрос возникнет. Но Священное Писание изначально, особенно, допустим, первая часть его до Ветхий Завета, она была написана на древнееврейском языке, впоследствии только ее перевели на древнегреческий, и стали называть ее Септуагинто-перевод 70. Изначально она была на древнееврейском языке. То есть это древнееврейский язык, древнегреческий язык, и латинский язык, и церковно-славянский язык, конечно же, это языки Священного Писания. Чтобы понимать и читать довольно-таки осознанно. Если мы наших коллег спросим, то, собственно, идеальный вариант чтения Корана, конечно же, если подтвердить я не ошибусь, на арабском языке. Правда ли, да? Нет. Вот таким вот образом. То есть, вникая на языки оригинала, очень многие интересные вещи можно открыть для себя, понять, стать ближе к Богу. Оно не должно быть препятствием. Ну вот, если латинский, древнегреческий, древнееврейский, это, конечно, языки такие древние и сложные, то церковно-славянский язык вы многие слова употребляете даже в сегодняшней повседневной жизни. Слово ежедневник всем знакомо? Ежедневник, каждый дневник. То есть ежи – это каждый дневник, это дневник или день. То есть каждый день, каждый дневник, то есть на каждый день распорядок, расписание. Не очень много слов можно употреблять. Допустим, слово «неделя». Слово «неделя» все знают? Первый раз слышим, да? Кто-то на последнем ряду головой машет, ни разу не слышал. Но бывает. Слово «неделя» имеет два значения в церковно-славянском языке. Это как временной отрезок в течение 7 дней, 7 суток, если будет более корректным. Также, собственно говоря, и день воскресный. Воскресенье. Слово «воскресенье», я уже думаю, тоже всем знакомо. Слово «пасха» тоже все слышат и кто-то употребляет и так далее. О Серафиме Саровском. Его опыт личной и живой веры заключался в несколько ином. Он мне очень близок, потому что теперь реализуется в моей жизни. На этом опыте я бы хотел, чтобы, как говорил Штилиль, в 17 мгновениях весны последнее в памяти остается лучше всего. Поэтому на нем и остановимся. И преподобный Серафим Саровский занимался по меркам 21 века ничемным как дополнительным образованием. Дело в том, что была купеческая семья. Они были очень богаты. Они покупали книги. Преподобный Серафим Саровский очень любил читать. Звали его тогда Прохор. И он собирал детей со всей деревни и читал им эти книги вслух. Таким образом, занимаясь их образованием, потому что не было тогда такой возможности, как есть сейчас. То есть есть школы, хотите воскресная школа, хотите общеобразовательная школа, хотите, я не знаю, там при мечети, может быть, тоже какие-то школы, какие-то наверняка курсы или что-то есть. Обязательно кто-то занимается проповеди, есть вот это все, есть. То есть очень много разных направлений и занятий. И вот таким образом он занимался. И к чему это привело? А привело это все его к тому, что очень важно в жизни каждого человека. Особенно этим вопросом задается молодежь. Студенты, школьники, молодое поколение. Каким вопросом? Стать личностью, раскрыть себя, найти себе применение в этой жизни. Смысл жизни понять, зачем мы живем, для чего мы живем. Потому что когда человек не находит ответа на эти вопросы, он достаточно в расстроенном состоянии находится, и иногда это все вообще плачевно заканчивается. Но вы можете найти, потому что у вас в городе Тавда, в Тадинском городском округе, есть прекрасные люди, значит, религиозные, и кто, как сказать, какой свой свободный выбор сделает, пожалуйста, как бы сказать, как можете как к отцу Сергию подойти, так как к его коллегам, которые здесь на территории работают. И ответы на вопросы, в чем смысл жизни, вы можете всегда найти и понять, и раскрыть себя как личность. И поверьте, это в жизни самое главное. Ну и еще добавлю, наверное, как уже говорил уважаемый Абдуль Кудус, перебильщиков нигде не любят. Спасибо за внимание. Спасибо, Афин Серафим.